Итоги последней встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении вызвали заметную растерянность в соседней стране. Армянскую общественность смутила достигнутая договоренность о принятии конкретных мер по подготовке населения к миру. К анализу данной формулировки активно подключилось экспертное сообщество. Аналитики теряются в догадках, что именно должна предпринять Армения. Каким образом ей следует готовить себя к миру? Главный же вопрос повестки дня звучит следующим образом. На каких конкретно условиях в регионе может воцариться долгожданный мир? Сегодня политические оппоненты новых властей активно нагнетают обстановку, пытаясь зомбировать общество различными страшилками. В частности, они утверждают, что деятельность правительства Никола Пашняна направлена против интересов армянского народа. По их мнению, особо выпукла эта так называемая подрывная деятельность проявляется в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. На данном этапе развития событий эти утверждения совершенно бездоказательны. Они преследуют явную цель откровенной манипуляции общественным мнением. Карабахская карта всегда была наиболее востребованной в крапленной колоде прежнего руководства Армении. Реакция новых властей на эти провокации выражается в сдержанных попытках представить нынешнее развитие переговорного процесса в максимально тусклых тонах. Суть этих попыток сводится к тому, что якобы ничего принципиально нового не происходит. Однако реалии упрямо говорят об обратном. С начала года Армения сталкивается с беспрецедентным давлением международного сообщества. Это давление пока носит исключительно психологический характер, но сам факт его наличия неоспорим. Ключевые державы и ведущие международные организации призывают Ереван к пересмотру деструктивной политики прежних властей в вопросе карабахского урегулирования. Здесь следует выделить заявление министра иностранных дел России, прозвучавшее буквально перед переговорами в Париже. Сергей Лавров высоко оценил конструктивный настрой Азербайджана на поиск путей мирного урегулирования и призвал Армению ответить взаимностью. То есть Москва, как наиболее активный сопредседатель Минской группы ОБСЕ, четко обозначила свои ожидания от Армении. В Ереване такая постановка вопроса, понятное дело, была воспринята без особого энтузиазма. Экспертные круги усердно принялись рассуждать на тему некого заговора против Армении, якобы затеянного Россией. Особо упертые приверженцы конспиративных теорий объяснили это возможным креном внешнеполитического курса Еревана в сторону Запада. Но армянских горе-экспертов поджидало очередное разочарование. Оно воплотилось в виде поздравительного послания президента США Дональда Трампа Николу Пашиняну по случаю его назначения премьер-министром Армении. Трамп выразил желание Соединенных Штатов видеть Армению страной, мирно сосуществующей с соседями. В послании также содержится готовность Вашингтона развивать двусторонние торгово-экономические связи. На фоне объявленной новыми властями Армении так называемой экономической революции слова американского лидера звучат как нельзя кстати. Однако в письме Трампа Пашиняну привлекает внимание весьма принципиальный нюанс. Президент США напрямую связал перспективу торгово-экономического сотрудничества двух стран с мирным урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. Упомянутые ранее армянские горе-эксперты были пойманы врасплох. Месседж Трампа безжалостно разрушил сколоченную ими наспех теорию российского заговора. Однако оправившись от первичного шока, они вновь оседлали любимого конька. Оперативно развернулись дискуссии о том, целесообразно ли вообще Армении выстраивать тесные отношения с Соединенными Штатами. В качестве альтернативы доморощенные ереванские политтехнологи предложили немедленно бросить все силы на развитие кооперации с Европейским Союзом. Но разочарование словно задалось целью преследовать Армению по пятам. Евросоюз хладнокровно сыграл роль недостающего звена и пазл новой реальности сложился. В Брюсселе заявили, что ожидает полной имплементации парижской договоренности о подготовке на терение к миру. При этом Евросоюз не ограничился озвучиванием своих ожиданий, а предложил Армении практическое содействие в этом направлении. Глава делегации ЕС в Армении Петр Светальский, выразив обеспокоенность пропаганды ненависти в стране, подчеркнул важность принятия мер по борьбе с этим явлением. Представитель Евросоюза указал армянскому правительству на необходимость пересмотреть действующее законодательство на предмет повышения его эффективности. По его словам, в Европе имеются специально разработанные нормы по борьбе с пропагандой ненависти, и Армении следует ими воспользоваться. Таким образом, Ереван окончательно лишился поля для деструктивных маневров. Отныне отказ Армении признать новые реалии в процессе карабахского урегулирования может расцениваться лишь как саботаж. В свою очередь, международные посредники должны строго предотвращать все возможные попытки торпедировать наметившуюся в переговорах динамику. Эта динамика очень важна. Переговор действительно выходит из затянувшейся стагнации. Об этом свидетельствует и последняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Давосе. Что касается условий мира, о которых сегодня так настороженно гадают в армянском обществе, то тут все давно известно. В изобретении велосипеда нет никакой надобности. Полное и безоговорочное выполнение резолюции Совета Безопасности ООН по Нагорно-Карабахскому конфликту. Это единственный фарватер, который может вывести Армению из многолетнего тотального кризиса. Поэтому в интересах Армении как можно скорее сменить растерянность на сосредоточенность. На этом точка. Продолжение следует...